денис приветствую тебя всем привет традиционная встреча обсуждаем рынке традиционно преддверии очень важного события данных по инфляции в сша которые не оставить неравнодушным никого полотеннести уже даже вчера по промышленной инфляции когда вышел индекс цен производителя уже была высокая и что говорить про основной индекс потребительских цен поэтому прежде чем прийти к нашему глубочайшему анализу с тобой хочется еще раз всех призвать кто будет работать сегодня перед после выхода новостей контролировать риски следить за плечами ни в коем случае не забывать про стоп-лосса друзья только вы в курсе какой у вас порог терпимости в общем только вы знаете с какими депозитами работаете и готовы ли вы справляться с эмоциями ну с лирическим наступлением ладно кончим денис как у тебя вообще в целом отношение к доллару к снижению если на той взгляд потенциал для еще большего там упала после выхода данных по инфляции и меня очень интересует твоя точка зрения пойдет ли фрс на снижение ставки на 50 байс на пункт в сентябре понимаешь что еще может быть рано говорить перед выходом данных по инфляции но все же как думаешь ну во-первых кстати касательно фрс те самые 50 байсных пунктов будут напрямую зависит от того как сегодня покажет себя инфляция потому что это будут уже корректировки то есть если вижу действительно снижение по инфляции дальнейшее происходит то есть прогресс то следовательно мы увидим действительно можем увидеть на целых полпроцента снижение по фрс сейчас это конечно из серии гадания вот но пока что я смотрел только по фидвотчу то рынок скажем с большей долей вероятности уже закладывать действительно снижение на полпроцента будет ли в дальнейшем снижение по индексу доллара я лично думаю что да то есть у меня это как базовый сценарию еще с прошлой недели то есть то что индекс доллара будет снижаться следовательно рисковые активы против него наоборот расти и причем эта тенденция она вот в ближайшее время еще сохранится полностью разделяет точку зрения давайте перейдем к анализу рынка секундочку начнем с меня традиционно так ну что индекс доллара у нас то 2.47 мы видели еще одну распродаж вчера это следствие выхода данных по промышленной инфляции соответственно с прогнозами ожидания очередное снижение ну и простая рыночная логика что если снижается промышленная инфляция есть просветки для снижения и основного индекса потребительских цен который как раз вот мы ожидаем сегодня вполне с точки зрения фундаментального фона обоснована вот эта нисходящая динамика доллар реагирует на пересмотр рыночных ожиданий масштаба смягчения экономической политики доллар реагирует на снижение доходности американских облигаций доллар может быть уже закладывается под неизбежность этих 50 байсных пунктов снижения в сентябре даже сейчас посмотреть на инструмент по 2 чтул то сможем легко заметить сравнивая с показателем прошлого дня до выхода данных по индукции производителей что сегодня вероятность снижение ставки на 50 байсных пунктов в сентябре уже 51 процент даже чуть больше вчера был было 49 то есть после сегодняшнего себя и точно картина снова изменится и я думаю то что сомневающиеся трейдеры получит еще одно доказательство того что будет агрессивные снижение ставки а соответственно будет скорее всего еще одна волна распродажа по долл если вам смотреть совсем на долгосрок я бы уже рекомендовал ориентироваться по индексу доллара на движение там ближе к уровню 100 пунктов ровно хотя после распродаж в последних дней допускаю что может быть коррекция снова в район 103 пунктов но существенно выше можно вряд ли пройдем поэтому друзья вам решать с каких уровней заходить специально шартовые сделки с текущих либо чуть повыше мы взяты все равно сделки которые принесут моприм сегодня я разделяю оценку аналитиков по которые участвовали в вопросе если ссылаться на прогнозы экономическом календаре что индекс потребительских цен сша скорректируется с 3 до 2 и 9 процентов допуская даже что значение мог быть пониже базовая инфляция тоже скорее всего снизится примерно 0,1 процента ну и конечно же готовимся к власти как я уже отметил думаю что рынок уже придет неплохое движение даже в преддверии буквально за некоторое время до выхода данных по инфляции что касается золота 2468 долларов за тройскую прямо момент нашего с того прямого эфира вершится судьба этого актива мы свидетели тестирования новых исторических максимумов но если чуть-чуть округлить но практически около этих рекордных уровней находимся агрессивные покупки продолжаются причем этот рост опирается по слабость доллара на снижение доходности трежериса еще обращаем внимание на сантимент по данным индекс настроения маркетс сейчас в длинных позициях остается меньшинство то есть примерно 30 процентов трейдеров толпа в коротких в этой связи я думаю то что мы сегодня можем всерьез рассчитывать на то что золото обновит исторический максимум и я бы позволил себе выразить субъективное мнение что сегодня мы увидим 2 500 это круто но с текущих значений 30 долларов золото далеко может пройти данную дистанцию так европейская валюта понятное дело что евро реагирует на слабость доллара причем не нужно даже анализировать сейчас национальный европейский фон с точки зрения статистики вот даже вчерашний бизнес оптимизм из юг самый худший показатель за последний год и уж точно максимальное снижение прошлого месяца индекса бизнес оптимизма за последние два года и никакой реакции я имею ввиду логичный для евро то есть евро как рост продолжает расти реагирует на то что происходит с долларом поэтому я сегодня жду помимо того что может тестировать отметку 110 этот уровень был целевым ориентиром я думаю что теперь евро явно обоснуется выше этого значения и нацелится на движение в 1 11 1 12 что касается рынка нефти тоже как бы кулуарно принесем что бы обсудили что было бы неплохо добавить еще в наш сегодняшний анализ и данный инструмент тоже поэтому если тебе будет с точки зрения техники что эти интересные будет круто если добавить по нефтянке 81 10 текущие котировки на росте геополитических рисков бренд восстановился 75 до 80 ну да серьезные движения как ни крути но опять же долгое время ну практически уже неделю все ждут вторжения ира в израиль слава богу пока до эскалации прям совсем или скажем так до перехода от этой точки невозврата дело не дошло я надеюсь тоже не дойдет в конечном счете если оценивать текущий наверное более фактически фундаментальный план непрогноза и ожиданий и оценку рисков то это проблемы которые связаны со китайской экономики уже подтвержденные цифры таможенной статистикой то что на импорт нефти в китай прошлом месяце снизился на 12 процентов экспортные поставки топлива за счет снижения активности нефтепроводящих предприятий тоже падают я жду очень завтра релиз по промышленному производству китай и на основании того что сказал делаю вывод что с промышленностью все не очень потому что противном случае мы бы наблюдали совершенно другие показатели по экспорту и импорту углеводород поэтому слабая статистика завтра может все-таки напомнить трейдерам почему китай остается таким слабым звеном для всех экспертов аналитиков которые оценивают долгосрочные прогнозы по спросу и слабые данные могут надавить на бренд и вернуть его в район восьмидесяти точнее даже ниже восьмидесяти долларов за баррель я пока останусь вот при не буду приезживаться данного сценария то что локальный максимум мы достигли и с большей вероятностью нефть снова перейдет к развитию нисходящей динамики так денис слоу передаю тебе видно уже отлично итак я полностью разделяю твое мнение касательно роста рисковых инструментов против индекса доллара в принципе в самом начале об этом тоже говорил единственное что будет ли коррекция для этого потому что на самом деле прошлый откат был но как помню он закончился особо в никуда а дело в том что до опционных аджи у нас есть прям очень красиво видно как опционами под подпирают снизу и при этом вверху у нас там основная часть вот для фиксации будет находиться в районе 1.11 поэтому да я точно так же склоняюсь к варианту что примерно вот 1.11 это пожалуй основная часть куда у нас в ближайшее время может прийти рынок там чуть ниже находится у нас маржинальная зонка на уровне вот 1.1060 плюс минус но 1.11 как по мне все-таки там начало очень сильной области сопротивлений которая продлится вплоть до 1.1140 то есть диапазон действительно сильный и если туда придем то это уже будет такой хорошей причиной искать оттуда снова таки реверс то есть разворотку вниз по верхним границам опционы то же самое просматривается поэтому приблизительно вот в таком виде я вижу дальнейшие перспективы движения в принципе да инфляция у нас сейчас может пусть даже не сильно там упасть но даже если на одном уровне то это уже более менее нормально главное чтобы не просла по поводу индекса доллара здесь соответственно все в противовес я еще себя на открытом канале публиковал на прошлой неделе что вот подошли четко к уровню сопротивления и от него вниз на обновление минимум там на самом деле уровне вообще находится очень далеко в районе приблизительно 130-145 и если туда мы дойдем вот ну это конечно вот супер но я опять таки думаю нам будут все равно мозги делать бы как-то вот так вот зигзагами двигаться поэтому пока что целью спроса на обновление минимума то есть ниже чем 101 95 ну а дальше уже буду подстраиваться под новое движение так по большому счету даже сам импульс вниз как бы намекает на то что кульминации пока что это совсем не пахнет точно так же как и при движении вверх по евро то есть у нас основные объемы находились вот здесь вот в процессе проталкивания потом сделали к ним же коррекцию в область хедж опционного зашли и отсюда отскок вверх поэтому да здесь за продолжение роста по евро и следовательно по индексу доллара за продолжение по иене по поводу золота да золото я тоже кстати говоря еще в самом начале этой недели ждал на роста единственное что только думал там чуть чуть поглубже все-таки здесь делают коррекцию примерно хотя бы вот 2 400 и отсюда стартануть вверх но пока что она вот так я просто без коррекции никогда не вхожу то есть достаточно часто так может происходить что цена подход к кому-нибудь значимый экстрем и начинает от него например там корректироваться и поэтому как-то вход ну не очень будет хорошо выглядеть сейчас мы вот как раз впервые с такую трендовое сопротивление в целом у нас вот по опционам прямо очень четко просматриваются цели чуть выше 2 500 так что да я действительно жду продолжение роста единственно только ну дадут не дадут коррекцию увы к сожалению заранее не знаю поэтому условно вот так вот покажу то есть это приблизительно в 2 500 даже чуть выше там 2 515 2 520 примерно в те края ну а там уже буду смотреть может быть что не что-нибудь дадут и в обратку так что даже если сегодня скажем на макро статистики сша у нас какая-то коррекция будет то ее с очень большой вероятностью выкупят в обратную сторону касательно нефти у меня здесь только лонгого сценария четко вижу какие цели у нас здесь созданы по нефти то есть вчера идеально отскочили от 80 это у нас зона очень сильного опционного хеджа по конструкциям по блочным по обычным плюс у нас было сделано перекрытие сегмента то есть весь сегмент перекрыли вверх и при падении вниз у нас получается такой вот объемчик залили то есть очень крупный такой торчащий бит это не обязательно продажи этому могут быть запросто и байлимиты нефть обычно любит там еще немножко про протащить и потом уже пойти в разворотку поэтому принципе здесь в идеале где-нибудь вот в эту область откорректироваться и отсюда снова таки движение вверх на на переходе по целям у нас есть вот по опционам скопление основной это в районе приблизительно 82 долларов за баррель и следующее в районе 80 округлить 84 то есть 80 82 84 такие самые интересные сегменты которые сейчас у нас есть поэтому да и здесь точно также за продолжение роста по нефти особенно с учетом того что буквально в любом момент может быть у нас искала на ближнем востоке что затронет и нефть и золото в том числе с точки зрения продолжения роста денис спасибо тебе за рекомендации ну что ждем отчета по cpi по индексу потребительских цен если будешь работать по факту выхода этой новости удачи тебе и всем подписчикам потому что прежде чем рынок я думаю сориентируется и определить какую-то тенденцию нас все не ждет волатильность на нескольких процентов вверх-вниз как это обычно бывает по факту таких новостей и конечно же нужно обязательно контролировать риски в таких условиях но обсудим уже следующий в следующую среду как поведет себя доллар подведем итоги и уже можно будет готовиться к симпозиуму джексон колли в конце августа и что там наговорит джером пау на основании того что у него уже будут на руках и данные по cpi последний и нон-фармы денис огромное тебе спасибо что обсудил со мной рынке подсказал как что можно использовать плане возможности себе и нашим подписчикам на хорошего закрытия недели хороших трейдов сегодня перед выходом cpi до встречи спасибо большое взаимно и контролируем как всегда риски согласен пока пока пока